периодически я встречаю людей которых такое мировоззрение она становится частью вот их самих она проходит глубоко и такой человек он он очень четко понимает что ну вот знаете как бы что ничего в этом мире она не дается просто так встречали таких людей на я периодически встречаю ты допустим он не верующий в основном ты вот пытаешься ему что-то дать бесплатно например вы там где-то в поезде где-то что-то и ты видишь он там голодный ты ему даешь яблоко просто и он боится его взять почему-то внутри да а что а что а сколько это будет стоить а почему вы мне даете его видели такое да или где-то бывает такое что ну как бы вот я размышлял например о вопросах там одежды верующих людей вопрос одежды он достаточно просто поставлен у нас в общине есть определенный круговорот одежды в природе вы знаете это да то есть периодически мы можем видеть один вырос смотришь уже второй растет и никто не заморачивается почему потому что среди нашего общества принято благословлять друг друга и мы спокойно можем принять целый кулек каких-то вещей перебрать его что подошло подошло что не подошло отдал дальше если уже там ветхое выкинул и все жизнь идет и многие грамотные родители они лет так до десяти ничего детям не покупают потому что не зачем да просто достаточно ну как бы ты можешь спокойно даже в микрофон сказать мне нужно вот это у кого есть там дайте и завтра ты не будешь знать куда это деть потому что тебе нанесли каких-то там знаете ботинок или еще чего-то оказывается у неверующих людей так не работает знаете это да растут их не дети они покупают им одежду одеть старую они не знают куда реально продать ты ее вроде уже не продаж а благословлять как благословлять ты как бы не научен и некуда и вот она складывается либо какими-то кульками либо непонятно чем непонятно зачем и для кого и так далее и тому подобное это принцип понимаете друзья люди они понимают что ну как бы даже вот ну вот от чего я буду отдавать я же денег заплатила за это то есть хоть не там какую-то копейку или еще как-то там то есть не бывает просто так за что за все надо как-то что-то заплатить и мы можем понимать что есть хорошие принципы но если мы начинаем пользоваться ними неправильно то это не всегда работает в нашу пользу то есть это хороший принцип благословлять друг друга одеждой нормально да но если мы не понимаем как ну как бы или не можем вот воспользоваться грамотно то это одежды будет целая куча и мы не сможем принять и так далее и так далее сущему может быть проблема для нас и сегодня я бы хотел с вами поговорить о такой штуке как счастье это вот в продолжении так сказать сама сама по себе идея счастья она уже говорили об этом по-разному вы там сейчас любой фильм посмотрите счастье там какие-то поэмы и так далее и так далее книжный магазин зайдете там тоже вам о счастье расскажут о том как его нужно достигать и так далее и так далее там знаете выйди замуж за богатого будешь счастливым это принципы тоже это принцип там например что на собирай много денег будешь счастливым закончу высшее образование будешь счастливым там купи машину или нашу косметику или наше мыло будет счастливым там оденься у нас тоже будешь счастливым и так далее и так далее и само по себе сам по себе рекламный бизнес одно из самых частых встречающихся слов это слово счастья замечали это или нет я как бы рекламу не смотрю но все же если вы посмотрите купи это будешь счастливым там где стань вот таким будешь счастливым то есть это говорит о чем это говорит о том что есть определенный спрос на счастье соответственно делается предложение то есть тебе предлагается и и тебе предлагаются определенные принципы благодаря которым ты можешь достигнуть этого состояния точно так же как мы предлагаем нашим детям учись и ты сможешь достигнуть вот такого состояния купи наш кетчуп и ты будешь счастливым человеком то есть это это например на одинаково да и с одной стороны действительно надо учиться но с другой стороны мы понимаем что от кетчупа счастливыми не становятся как бы не хотелось и так интересно что если мы посмотрим в писание мы можем увидеть о том что писание также уделяет этому предмету или скажем этому понятию определенное место оказывается можно быть верующим можно быть счастливым человеком и многие люди как бы могут знаете так прагматично улыбнуться внутри себя типа да да мы знаем правильный ответ иисус ну так на белку похоже да то есть иногда у нас у верующих людей она вступает тоже такой определенный как это сказать процесс внутри о том что ты знаешь что верующий это счастливый человек да да знаю 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 ну то есть так положено мы почему нет конечно конечно нас так учат но так ли это и насколько это получается достаточно сложно сказать потому что если мы посмотрим на самом деле то мы мы не очень до конца понимаем что такое счастье как быть довольным той жизнью которая есть у нас как как получать удовольствие от того всего что происходит вокруг нас и и тем не менее и тем не менее принцип счастья в писании звучит следующим образом каждый из нас должен научиться получать удовольствие от жизни и наслаждаться жизнью независимо от того какой социальный статус достаток мы имеем или какими материальными благами мы с вами обладаем на сегодняшний момент мы должны с вами научиться наслаждаться жизнью независимо от того где мы с вами сейчас находимся и одно дело сказать вы должны другое дело сказать как это сделать потому что на самом деле не все так просто если говорить внимательно и здесь следует оговориться о том что речь идет не просто о том что мы должны приспособиться к этой жизни знаете как бы смириться с этой жизнью там скажем вот так вот ну перетерпеть эту жизнь чтобы попасть в конце концов на небо но я верю что в любом состоянии мы можем прийти к так в любом скажем так положении мы можем прийти к такому внутреннему состоянию нашего сердца которое будет довольным сердце которое будет удовлетворено это очень и очень непросто с одной стороны но тем не менее мы посмотрим на некоторые места писания итак 1 коринфянам 7 глава с 18 по 24 стих 1 коринфянам 7 18 24 призван ли кто обрезанным не скрывайся призван ли кто не обрезанным не обрезывайся обрезание ничто не и не обрезание ничто но все соблюдение заповедей божий каждый оставайся в том звании в котором призван рабом ли ты призван не смущайся но если и можешь сделаться свободным то лучше воспользуйся ибо рад раб призванный в господи есть свободный господа равно и призванный свободным есть раб христов вы куплены дорогою ценою не делайтесь рабами человеков в каком звании кто призван братья в том каждый и оставайся перед богом я вам скажу свое время меня очень сильно ободрило это место писания потому что для многих из нас бывает иногда очень сложно принять самих себя или скажем так принять то положение которое мы занимаем в этом мире и в мессианских общинах бывает такое знаете я не замечал нашей общине слава богу но тем не менее бывает такое что вот здесь вот евреи а вот здесь не евреи так вот это люди а это не совсем понимаете да это идет от определенного общения от определенных книг от определенного настроя и неправильного представления о том что ну вот как бы один народ он выше другого народа и я как бы не полноценен из-за того что я вот такой в свое время мы знаем что представители не еврейских национальностей так сказать очень сильно постарались чтобы развить обратную обратное понимание да что если ты еврей то ты как бы не совсем личность в частности помните гитлера да он говорил о том что вот арийская раса мы там самые там молодцы правильные и так далее и так далее то есть такой взаим взаимообмен но на самом деле мы видим в писании что а когда мы приходим господу вот эти моменты они перестают быть настолько принципиальными и важными потому что с точки зрения нашего с вами спасения нет разницы в этом с точки зрения нашего довольства жизнью и довольством господа нет разницы и здесь то что здесь говорится что если ты призван будучи обрезанным то есть евреем ничего страшного а если нет то же самое ничего страшного нет как бы проблемы в том чтобы принять спасение и точно так же говорит что если твой социальный статус свободного человека это хорошо а если ты раб там не написано о том что послушай собери по-быстрому денег и как бы ты понимаешь что ты не можешь быть полноценным служителем Христа абсолютно нет но там написано что если по возможности ты можешь улучшить свой социальный статус воспользуйся этой возможностью понимаете друзья и здесь очень многие вещи они это слово оно действительно освобождает многих из нас нам не обязательно выглядеть каким-то определенным образом для того чтобы получить благорасположение господа или для того чтобы его благодать она начала действовать в нашей жизни абсолютно нет у вас может быть мало денег вы можете жить в стесненных обстоятельствах благодать все равно будет открыта через вас господь может производить невероятные чудеса и это обратно вы можете быть состоятельным человеком и через вас также Бог может производить чудеса ничего странного в этом нет если мы посмотрим на верующих первого столетия мы можем увидеть целый интересный такой момент связанный вообще с социальными положениями с того где ты находишься вы помните такое интересное письмо написал Павел Филимону помните да одна глава если я не ошибаюсь посвящена одному интересному вопросу речь идет о беглом рабе Анисиме помните да и он говорит следующее о том что Филимон богатый человек Павел обращается к нему и говорит посылаю к тебе Анисима беглого раба он покаялся он стал нашим братом и я прошу о том чтобы ты принял его он служил мне как сын и я ходатайствую за него чтобы ты принял его тоже как сына иными словами он не обращается к нему и не говорит послушай Филимон а тебе не кажется что верующему не достойно иметь рабов как минимум ты должен всех отпустить ну может быть не верующих рабов оставим но Анисима я думаю что стоит отпустить абсолютно нет Павел считается с тем социальным устроем который был на тот момент и мы знаем что само понятие рабство было отменено достаточно поздно еще многие многие столетия оно существовало как факт да но это не мешало верующим которые находили в социальном уровне рабство быть полноценными верующими быть полноценно счастливыми верующими жить в том достатке который бог дает им и мы видим огромное количество достаточно большое количество мест писания которое обращается к таким людям и говорит что вы рабы находящиеся под правлением своего господина поступайте честно ведите себя правильно ведите себя как верующий и к богатым людям которые верующие он говорит вы тоже с ними ведите себя справедливо иными словами слово божие оно не не проводит разделение в каком-то социальном статусе наоборот существует огромное количество таких вот моментов когда говорится послушайте постарайтесь быть или будьте нелицеприятны постарайтесь чтобы когда ваше собрание войдет богатый человек в вашем сердце не было искушения уделить ему намного больше почтения чем к простому что ты скажешь ему ты сядь вот здесь а тому скажешь где-то там притулись сядь там непонятно где и так далее то есть абсолютно нет если мы говорим о принципах царства если мы говорим о принципах довольства и счастья мы понимаем что наше внутреннее состояние оно может не зависеть от тех внешних обстоятельств которые есть вы знаете как говорят что размер болезни и размер счастья зависит от нашего отношения к вещам замечали это да есть есть больные люди которые переживают что-то серьезное в их жизни и находиться с таким человеком просто невозможно он постоянно чем-то недоволен он постоянно ропщит вот вот он постоянно как-то там знаете видели таких вот там ну пожилых людей да вот тут может кто-то бабушка такая была оооо там все день начинается со смерти и так пока она не заснет ужасно хотя знаете как бы когда ты посмотришь медицинскую книгу не так там все и сложно ну вот просто вот ну не так уже ну да болезни но но не так вот что уже прям я умираю знаете как дети наши иногда там где-то ударился кровь кровь дайте мне пластырь лишь бы пластырь ему наклеили ну это ж прикольно и зеленкой еще намазали где-то там там ну понимаете да есть другие люди старость это ну мы все придем к этому но они стараются во всем этом держать себя позитивно держать себя как знаете как люди которые понимают что да такое случается с каждым человеком да сложно да я не могу сейчас делать те вещи те 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 но я не буду отравлять своим родным жизнь я не буду привязывать знаете я слышал такие истории когда там например мама она привязала там знаете эмоционально свою дочь к себе потому что у мамы там какая-то болезнь такая ну тоже с ней можно спокойно справиться и смириться но но знаете там такая идея насаждалась потихонечку о том же ну ты же меня не оставишь я же твоя мама и сидит эта дочка 48 лет она она уже сама внуков должна иметь она еще вообще она просто ходит с этой мамой и вы понимаете да и все и приходит какой-то момент уходит мама в вечность и этот человек сидит и думает а что это было это была твоя жизнь и жизнь это была наполнена сплошном сплошной горечью сплошным сплошной скорбью которая тебя заразили понимаете да друзья то есть наше внутреннее счастье или наше довольство очень часто зависит от нашего отношения к каким-то вещам или каким-то ситуациям к болезням или к достатку потому что ну знаете тоже бывает такое что у человека есть достаток а он не счастлив а бывает что счастлив это как получится здесь все зависит от внутреннего состояния и тем не менее мир вокруг нас он проводит очень простую такую параллель ты счастлив тогда когда ты чем-то обладаешь и если ты чем-то этим не обладаешь то соответственно говоря ты не можешь быть по определению счастлив то есть иными словами если у тебя есть там например свое собственное жилье ты должен быть априори счастливым человеком но мы знаем миллионы людей у которых есть свои квартиры и они несчастливы или там если у тебя есть дорогая машина ты счастливый это ну не так или даже не дорогая а просто машина или если ты живешь в городе а не в селе ты уже счастливый но мы знаем что в городе очень много несчастных людей И мы знаем, что в селах есть вполне счастливые люди. Вы знаете, мой дедушка с бабушкой прожили всю жизнь в селе. И они были счастливы. Настолько, насколько, ну, как бы возможно было в тех обстоятельствах. У них был дом, у них было несколько гитар земли. Они вкалывали с утра до ночи и были счастливы. Скажи это городскому человеку, это непонятное счастье, да? Да, наши дети иногда приезжают в это село, они походят ровно 40 минут по этой улице, и они глубоко несчастливы. А я вам скажу, у меня там прошло чудесное детство. Я наслаждался. Рыбалка, болото, дождь, гвозди какие-то ржавые, которые мы забивали куда попало. Я был счастливым в детстве. Я вам серьезно говорю, не знаю как кто. У меня было хорошее советское детство. Все, что надо, то было. У нас было два канала телевизора и мультики полчаса в неделю. О, помните, да? Чипа и Дейла, помните? А также утиные истории. Были счастливы? У наших детей сейчас огромные боксы с мультиками. Вы что думаете, они все смотрят? Это уже фон. Это уже фон. Вы понимаете, да? То есть счастье для них, оно определяется какими-то непонятными, другими вещами. Тем не менее, проблема современного общества, она сокрыта в материализме. В вере в то, что именно материальные блага делают нас счастливыми людьми. И отсюда мы видим очень многие вещи, очень многие пороки этого времени. Потребительские кредиты, когда человек пытается жить не по своим достаткам. Вы знаете, это приводит иногда к таким моментам, когда человек пытается сделать такой социальный скачок. Видели таких людей, да? Он, например, живет, живет, живет и тут, тадан, и покупает дорогую машину. И он как бы внутри себя, он делает скачок. Типа, я принадлежу какой-то там, вот какой-то там касте людей, что ли, знаете, или там, я покупаю дом в каком-то районе. Но до конца он не продумал вообще, как он его выплатит, этот дом, и как он его будет содержать. Но внутри себя он получает определенное удовлетворение и счастье от того, что вот я как бы захожу сюда, и вот где ты живешь? Я живу вот там, или там, я подъезжаю там. Понимаете, да? Это материализм. Это стремление найти свое внутреннее удовлетворение в тех вещах, которыми ты обладаешь. И неплохо обладать вещами. Плохо, когда они становятся смыслом всего того, что ты делаешь. И хотя большинство людей считает, что за деньги счастье не купишь, мы видим, что жизнь, она показывает немного другие вещи. И мы говорили с вами в прошлый раз о том, что счастье, которое основано на материализме, оно способно быть подверженному инфлякции. Как вещи обесцениваются, так и счастье обесценивается. То есть телефон, купленный в этом сезоне, он подешевеет в следующем сезоне. Соответственно, ваш уровень счастья, он тоже понизится к следующему сезону. Да? Потому что эти вещи связаны. И придет такой момент, когда это вообще ничего не будет стоить. У моего отца есть 412-й москвич. В 80-м году это был почти верх мечты. Да? Мы как-то недавно вот с Сергеем общались, Швили. Он говорит, мой отец собирал на Ниву, если я не ошибаюсь, 16 лет. 16 лет. Понимаете, что такое? И счастье хотелось человеку, он ее достиг. Понимаете? Но что сейчас мы понимаем, что там, сравни, например, какой-нибудь Мерседес СЛ-класса, да? И Ниву. Но это совершенно другой уровень счастья. Когда ты сядешь за руль Нивы и Мерседеса, то ты поймешь, насколько большой разрыв между этими пониманиями, между этим счастьем. Но человек потратил 16 лет своей жизни. Понимаете момент, да? Наше счастье, когда оно основано на материализме, оно обязательно придет к моменту инфляции. Обязательно. И вы думаете, что рабы были сильно счастливы, когда им дали, отменили крепостное право? Аж ровно два дня, пока не протрезвели. Потому что потом они поняли, что есть проблемы. Им надо работать, а они типа свободные, где хочу, где работаю. А кто им даст эту работу? Им надо где-то жить, надо как-то одеться, как-то и так далее, и так далее. Вы помните этот момент? Один из моментов, который связан с Россией, с революцией и всеми делами. Между отменой крепостного права и революцией прошло очень мало времени. Очень мало времени. И люди не умели думать как предприниматели. А те, которые были до этого предпринимателями, так сказать, купцами, и прочими, те, кто производство имели, они так ими и оставались. Они за гроши нанимали этих бывших рабов и диктовали им свою волю. Не нравится? До свидания. Вроде демократия, вроде свободно, вроде как бы, ну как хочешь. Ты же не раб. Ты свободный человек. Вперед. И очень быстро люди понимали, что а в свободе-то не сильно-то и много счастья. Надо как-то вот оно, ну что-то тут не то. Что-то не работает. И делали революции. Тоже не привело их к частью. К какому-то коротким каким-то моментам. Но мы помним, сколько миллионов людей они заплатили за какие-то эти моменты. Понимаем, да? Итак, обесценивается вещь, уходит наше счастье. И интересный пример верующих оставил нам автор послания к евреям. Давайте посмотрим евреям 10 главу с 32 по 39 стих. И речь идет о верующих людях, которые жили в достаточно сложных обстоятельствах. Итак, «То сами, среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что у вас, есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведной верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Итак, здесь пример людей, которые находились в том обществе, в таком положении среди общества, что на них смотрели, как на зрелище, как на какой-то цирк. И он говорит, что периодически вы сами служили этим зрелищем, а периодически вы помогали таким же, как сами, которые тоже были зрелищем, тем, кто разделяет с вами. Вы пытались каким-то образом помогать им, сострадать и поддерживать. И он говорит, что состояние внутреннее этих людей было настолько удивительным, что когда их грабили, когда у них забирали имущество, они восприняли это с радостью. Можно сказать, что это нервный тик, но тем не менее, я думаю, что это было состоянием их внутреннего сердца. И он здесь говорит, почему? Потому что он говорит, что грядет очень скоро спаситель, очень скоро придет тот, кто избавит этот мир. Он не замедлит. Однажды в одной церкви я встретил одного человека, который верил о том, что Ишуа придет очень скоро, буквально два года, буквально даже очень скоро. Это было лет так восемь назад. И он в своей жизни работал ювелиром, насколько я помню, очень хорошим мастером, там всю жизнь собирал такой инструмент, там же специальный инструмент есть, который, знаете, непросто, его нельзя купить просто так вот в таких магазине продуктовом или каком-то там инструментальном. То есть дорогой инструмент для конкретных целей и так далее, и тому подобное. И он говорит о том, что мы получили откровение о том, что скоро придет Иисус, очень скоро, буквально там год максимум. Говорит, я ушел с работы, я начал продавать все то, что у меня есть и жить на эти вещи, приготавливать свое сердце к приходу Господа. Потому что все равно все сгорит, и эта жизнь, она пойдет, кому она нужна, там, и так далее, и так далее. И вы знаете, я говорил ему, слушай, а если это не совсем так, если он немножко задержится, то есть это было восемь лет назад, он говорит, не-не-не, не задержится, мы имеем четкое откровение, внутреннее понимание, пророчество и так далее. Он был из такой церкви, в которой очень сильно все там пророчествовали. Я не знаю, существует ли эта церковь на сегодняшний момент, потому что по тому, как проходило это собрание, это было очень удивительно. Это было больше десяти лет назад. Фактически, как такой проповеди там не было. Там, знаете, начиналось легкое прославление, люди вставали и начинали пророчествовать друг к другу, и все собрание проходило в сплошных пророчествах. Вообще просто все собрание пророчеств. И вот из таких пророков он получил это слово. Но суть в чем? Когда человек искренне начинает понимать вот эти вещи, о том, что скоро придет Бог, и поверит в это, его жизнь, она может и взгляд на материальные вещи очень сильно измениться. Человек действительно понимает, а зачем мне это все? Ну хорошо, будет у меня там вот такая одежда, или вот то там, или вот то. Суть не в этом, все сгорит. Понимаете, да? И здесь это писание было написано около двух тысяч лет назад. Он говорит, что вот, скоро уже придет Мессия. То есть они уже тогда, уже понимали, что вот он уже скоро, но прошло две тысячи лет. И мы знаем, что на самом деле никто не знает точно, когда именно он придет. и точной даты никто не может назвать, о том, что следующей зимой там, или там, знаете, как там это самое. Это вспомнилась мне другая история, когда в церкви один встает и говорит, вижу видение, старец на лыжах. Второй встает и говорит, у меня есть толкование. Бог говорит, приду скоро, возможно, зимой. Понимаете, да? То есть он увидел какого-то Деда Мороза, и вот тебе уже учение. Приду скоро, возможно, зимой. Возможно, кто знает, когда он придет. Итак, для нас очень важно понять принцип. Они знали, где хранится их сокровище. Они знали, что действительно ценно и важно для них. И когда мы размышляем о материальных благах с точки зрения вечности, многие из них начинают терять для нас свою ценность. Так уж, вы знаете, устроено, что нельзя прийти на небо с деньгами. Знаете это, да? И даже с одеждой нельзя прийти. И даже, ну, как-то, мы как прах. Мы взяты из праха, и мы в прах возвращаемся. Но многие люди, они пытаются каким-то образом что-то вот, ну, вот как-то, понимаете? Как-то договориться, как-то, как-то, я помню, недавно слышала тоже такую историю, некоторые те, кто ходили на занятия, слышали, когда один бизнесмен, он умер и попадает, как бы в место, где, вот, принимают вроде как уже то ли в ад, то ли в рай. И он там стоит, апостол Петр, ну, это такая история, понимаете, да, она вымышленная. И говорит, фамилия, он там говорит, там, Вася Катушкин. Говорит, Вася Катушкин, смотрим. Говорит, вы знаете, нет вашей фамилии здесь в этом списке. Как нет? Вы проверьте, пожалуйста, внимательно, потому что я должен быть в этом списке. Я посещаю церковь там достаточно долго, там, и так далее. Говорит, да-да-да, вы не волнуйтесь, мы все проверим. Но вы знаете, к сожалению, нету его, ну, имени. Говорит, не-не, вы не поняли. Я давал все это время очень серьезные пожертвования на то, чтобы вообще церковь построить. Да вы не переживайте, у нас все здесь записано. Мы видим, да, вы давали нам пожертвования. Все до копейки записано. Он говорит, ну, так, ну, вы понимаете, мы вас не можем пустить. Нет вас, вашего имени в книге жизни. Говорит, ну, вы не поняли, мы построили храм на мои деньги, и даже на мои деньги отлили главный колокол в этом храме. Поэтому, как бы, вы же, ну, он говорит, да вы не переживайте. Мы, можно, мы пойдем посоветуемся. Ушел он где-то, посоветовался там, поговорил, пришел, говорит, Ну, вы знаете, тут такие обстоятельства. Мы очень ценим все то, что вы для нас сделали. Поэтому, вы знаете, мы все же не можем вас пустить на небо, в рай. Мы решили вернуть вам деньги. Понимаете, да, друзья? То есть, все. Так устроен этот мир. Мы из праха взяты, мы в прах возвращаемся. Все. В этом вся суть. И очень интересно, что Писание учит нас очень таким простым вещам. Псалом 23.1. Написано следующее. Псалом Давида. Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Второзаконие, 10 глава, 14 стих. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Иогея, 2 глава, 8 стих. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Савуов. Итак, если кто-то из нас чем-то обладает в этом мире, каким-либо финансовым, материальными благами, то это только потому, друзья, что Он поделился с нами. Потому что это Его. Это Его. И насколько Он посчитал необходимым, настолько Он это и сделал. Кому-то Он дал больше, кому-то Он дал меньше. Но Писание говорит о том, что земля Его, все, что есть Его, Он говорит, все серебро и золото, оно мое. Оно мое. Поэтому, когда, знаете, мы пытаемся каким-то образом финансами договориться с Богом, это звучит странно. Потому что оно Его. Или какими-то материальными купить колокол для Него. Послушайте, это Его. Все, что есть в этом мире. И это часть благодати. Современным языком, говоря о нас, мы можем сказать, что мы те, кто управляет имуществом, которое Он дал. Или менеджеры. Есть такое слово, менеджер. Управляющий. И вы знаете, в чем разница между хозяином бизнеса и менеджером? Хозяин бизнеса, он его выстрадал. С сумками стоял где-то там на базаре. Где-то там как-то там эмоционально. Это сильнейшая эмоциональная привязанность. А кто такой менеджер? Это человек, который пришел. Который имеет какие-то понимания об управлении. И он может спокойно рисковать этими делами. Да? Он может, например, посмотреть на какую-то точку. Магазин, возможно, или там еще что-то. И сказать, послушайте, достать калькулятор, тынц-тынц посчитать, сказать, она неприбыльная. Давайте ее закроем. Для хозяина это будет ножом по сердцу. Потому что как это закроем? Я же столько там стремился туда. Он говорит, послушай, я тебе здравым языком говорю. Она тебя в минус ведет. И очень сильно ведет. Давай ее закроем. Не-не-не. Это так же, как же, я же, годы же, и так далее, и так далее. Вы понимаете, да, друзья? У менеджера нет этой внутренней связи. Он распорядитель. Его позвал хозяин, его поставил, говорю, и сказал, вот это приведи в порядок. Я хотел бы, чтобы ты делал вот это, вот это, чтобы приносило какой-то плод, чтобы был плюс во всех этих делах. Но хозяину может податься эмоциям и не делать какие-то такие, знаете, адекватные решения. Потому что есть эмоциональная связь. И когда мы понимаем разницу, мы можем многие вещи тоже оценить по-другому. Когда мы смотрим на наше имущество, как на то, что Бог дал нам управление, мы понимаем, что мы ответственны перед Ним за то, что мы делаем с теми вещами, которые есть у нас. И как мы будем ими распоряжаться. И когда мы имеем такое состояние сердца, то тогда, подобно Иову, когда придет нечто сложное, мы можем сказать, как он. Помните, что Иов сказал? Когда все разрушилось в его жизни. Когда вообще все, что человек имел, все нажитое непосильным трудом. Три магнитофона советских, три портсигара, помните, да? И так далее. Вот тот человек был сильно привязан к вещам. Иов сказал очень интересную вещь. Первая глава, 21-22 стих. И сказал, нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Я думаю, что это менеджер, с которого действительно, как верующим людям, стоит взять пример. Вы знаете, что современное бизнес-обучение, оно рисует менеджера немножко другим. Ты должен быть. На самом деле, вы видите, каким был Иов. Он был состоятельным человеком, но он понимал, откуда это пришло. И его сердце, оно было спокойным, потому что написано, что он во всем этом не согрешил. Не согрешил. То есть, он понимал перспективу того, что ждет его впереди. Это то же самое, что ждет нас, друзья. Мы на Гии родились, на Гии уйдем. Вы сейчас молоды, красивы, полны сил. Но придет момент, когда придет старость. И мы, конечно, можем записаться в какой-то косметический клуб и всячески оттягивать этот день Х. Но все же придет старость. Все же придет момент, когда наше внешнее тело, наша оболочка, она состарится. И нам нужно будет уходить в вечность, и наше тело станет прахом. И здесь ценными останется не просто то, что мы оставим детям. Это важно. Оставим детям какое-то благословение, состояние. Но ценным останется то, что мы сможем унести в вечность. То, что мы унесем в своем сердце. Ио был хорошим менеджером. Бог дал, Бог взял. На Гим я пришел, на Гим я уйду. И я понимаю, что это очень непросто. Послушайте, очень непросто смотреть на вещи таким образом, чтобы отдавать их Господу. Чтобы спокойно, знаете, как бы расслабиться. Можно делать это с натягом, можно делать это с какими-то... А вот именно когда ты спокойно, когда ты доволен жизнью, когда ты удовлетворен тем состоянием, которое есть. Когда независимо от того, сколько у тебя денег, ты счастливый человек. Это очень непросто. Но я верю, что мы можем прийти к этому. Друзья, мы можем научиться быть счастливыми. Не притвориться счастливыми, а быть счастливыми. Это то... Это труд. Это непросто. Особенно, когда все вокруг говорят, что не-не-не. То, как ты поступаешь, это нелогично в современном обществе. Конечно, друзья. Конечно. Это нелогично. Но это правда. Земля, золото, серебро принадлежат ему. Ему, друзья. Если в вашем кошельке есть 100 гривен или там 1000 гривен, неважно сколько, это потому, что он с вами поделился. Если вы говорите, я такой сильный, умный, у меня образование, три образования у меня, ой-ой-ой. Послушайте, это он дал вам возможность выучиться. Это он вам дал разум вообще учиться. Понимаете, друзья? А многие, я знаю, что многие бизнесмены, они нигде не учились. Три класса, два коридора. И он говорит, я ничем не лучше. Конечно, не лучше. Просто он решил поделиться с тобой своими богатствами. Поступай мудро. Поступай с перспективы вечности. И тогда многие твои поступки, они будут отличаться от поступков этого мира. И для того, чтобы быть счастливым, с точки зрения Писания, мы не должны ложить основания нашего счастья в материальных вещах. Мы должны быть управляющими. Счастливый управляющий, хороший управляющий. Или хороший управляющий, счастливый управляющий. И 2 Коринфянам 9 глава 8 стих говорит следующее. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. То есть он дает нам богатство. Для чего? Для того, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Для того, чтобы мы могли строить его цели. Менеджер – это человек, который исполняет волю хозяина. Который делает то, что служит, так сказать, на созидание фирмы. Если мы распоряжаемся его деньгами, то будет очень разумно распорядиться ими таким образом, чтобы распространять влияние его фирмы. Или, скажем так, распространять влияние его царства. Распространять его сердце, его идею, его цели, его понимание. Аминь. Это называется добрый и верный раб. Это называется войди в радость господина. Что такое радость господина? Это прибыль. Друзья, помните притчу о талантах, да? Говорит, это прибыль. Я тебе дал 10 талантов, ты их умножил. Молодец. Дал один, ты не умножил. Мне печально. Но ты попадаешь под определенную статью и ответственность за то, как ты распоряжался какими-то материальными благами. Итак, у Бога есть сила обогащать каждого из нас, чтобы мы были готовы на доброе дело. И я думаю, что в зависимости от того внутреннего состояния или от того, что Он знает наше сердце, Бог высвобождает свои благословения в нашу жизнь настолько, насколько мы вообще можем с ними справиться. Зная своих рабов, Он одному дал 10 талантов, другому 5, одному 1. Он знал, кто на сколько потянет. Он понимал, кто с чем может справиться. Для кого-то 1 талант это много, для кого-то 10 это мало. Это всего лишь возможность, это состояние внутреннего сердца. Итак, как же практически мы можем изменить свою жизнь? Первый шаг, то, о чем мы с вами говорили. Осознать, что Он является хозяином всего. И передать Ему право решать, как поступать со своим имуществом. Оно у нас, оно в наших кошельках, но оно его. Понимаете это, да? Друзья, вы менеджер, вы человек, который управляет чужим имуществом. Потому что вы, как личность, ногой сюда пришли в этот мир. И таким же уйдете. Не заберете ничего. Даже если вы будете думать, что у вас есть счеты и еще и так далее, и так далее. И следующее, это ответственность. Наша ответственность узнать Его волю. Из Писания о том, как правильно мы должны распоряжаться теми ресурсами, которые Он дает каждому из нас. И как нам прислушиваться к Его водительству и быть верными распорядителями. И это очень важная наука и очень непростая. И следующее, что нам необходимо, это научиться радоваться каждому моменту жизни, которая есть у нас. Меняя наши отношения к каким-то вещам. Возможно постараться увидеть нечто хорошее в тех обстоятельствах, через которые мы проходим. Друзья, я понимаю, что болезнь это дело очень нелегкое и очень тяжело иногда бывает. Но от вас часто зависит то, как вы будете смотреть на эти вещи. Вы можете стать бичом своей семьи, а можете быть теми, кто вдохновит в них радость и желание жить. И вы видели таких инвалидов, которых ты можешь посмотреть и ты говоришь, что если он может, то я здоровый человек. Почему? Потому что внутри его есть стержень. Он научился радоваться. Евреям, 13 глава, 5 стих, говорит следующее. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Имейте такой характер, который не любит серебро». Как вам такое слово? Не сильно, правда? Это не звучит в контексте общего настроя мира. Потому что он сказал, я тебя не оставлю и не покину. Не прилипляйся к этому. Не делай материальные вещи опорой своей жизни и кумиром для своей жизни. Кумиром своей жизни. Научись ходить перед Господом в простоте. Живи просто. И следующий момент. Избегайте жадности и не сравнивайте себя с другими людьми. Вы помните, что секрет счастья не в том, чем вы обладаете, а в том, какие у тебя взаимоотношения с Господом. Когда ты начинаешь себя сравнивать, приходит какая-то горечь. Типа, а вот я не такой, а вот у меня нет, и я, наверное, как-то не дотягиваю или еще что-то. Послушайте, перед лицом Господа ты дотягиваешь. Он принял тебя, и все нормально. Суть вообще не в материальных вещах. На небо гроши не зайдут. Вы понимаете? Вы их можете там где-то нашинковать, в баночку сложить и оставите здесь. И полно такого богатства, зарыто по всему миру. Знаете это, да? Чтобы большинство кладов не найдено. Не найдено. Люди там делали страшные вещи. Они лежат где-то на дне болота, на каких-то озерах, которых нет уже, на глубинах, непонятно где, миллионы. И все. Это чье-то счастье лежит там. Лежит и портится. И ждет не тебя. Не даст тебе Господь. Итак, не ленитесь и живите просто. Ефесянам, вернее, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 10-12 стих. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Как вам? Он говорит, вообще, я вас умоляю, братья, не устраивайте вокруг своей жизни кипиш и цирк. Живите тихо. Не надо кого-то впечатлить. Как вспомните, да, были цари, которые по Писанию, мы там читаем разные истории, они впечатляли гостей. Для некоторых из них это очень плохо заканчивалось. Помните, потом приходили пророки, говорили, все показал. Так вот, они придут через год, все заберут. Помните, да? Лучше бы ты, короче говоря, не хвастался. Живи спокойно, работай своими руками. Только здесь усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедали вам. То есть, они им еще и заповедали. Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Вот и все. Служите друг другу тем, что имеете. Заботьтесь друг о друге. Это простые советы, друзья. Но я вам скажу, что очень часто для того, чтобы действительно быть довольным человеком, нужно им последовать. Простым каким-то советом. Итак, то, чему мы научились. Все в этом мире, все материально принадлежит ему. Мы люди, которым он доверяет свои блага. Мы его управляющие. Мы можем быть хорошими управляющими, если мы сохраним свое сердце для него и будем поступать в соответствии с тем, как хочет наш господин. И я вам гарантирую, что придет момент, когда вы точно услышите «Войди в радость Господина Своего». Аминь. Давайте помолимся. Спасибо тебе, Боже, что ты освобождаешь нас от тяжкого бремени обладания какими-то вещами, Господь. Что, Боже, даже если что-то происходит с каким-то имуществом или с какими-то вещами, Господи, мы понимаем, что за всем этим стоишь Ты, как Господин. И Ты в контроле, Боже, и Ты не дремлешь и не спишь. И наши жизни, Господь, они под Твоим постоянным контролем, под Твоим постоянным вниманием. Спасибо Тебе, Господи, за это. Спасибо Тебе, что Ты вдохновляешь нас, что Ты благословляешь нас. Спасибо Тебе, Господи, что Ты заботишься о том, чтобы мы имели все необходимое для нашей жизни и благочестия. Господи, мы знаем, что мы пришли многими, и мы такими же уйдем. Поэтому, Боже, помоги нам расслабиться и выдохнуть. Помоги нам научиться, Господь, получать удовольствие от жизни, независимо от того, какими вещами мы обладаем. Какой у нас социальный статус или какое у нас образование, Господь. И здоровы мы, или не очень, Господь, или нуждаемся в исцелении, Боже, пускай это не отравит нам наше пребывание здесь на земле. Но, Господи, чтобы подобно Иову наше сердце, оно было свободно от того, что у нас есть, Господь. Чтобы внутри себя, Боже, мы не пытались доказать что-то кому-то через дорогую одежду, через, Господь, какие-то неразумные действия, Боже. Боже, трансжиря Твое имущество, Господь, во имя Ишуа Мессии. Боже, мы хотели бы научиться от Тебя, быть управляющими. Научи нас, Боже. И даже если у нас есть какой-то бизнес, Господь, мы знаем, Боже, что это Ты нам дал. И мы знаем, что каждая копейка в нашем кошельке, Господь, она пришла от Тебя. И даже сам кошелек это подарок, Господь. Спасибо Тебе. Дай нам мудрости, Отче, дай нам мудрости не прилепить со своим сердцем, не начать поклоняться деньгам мамоне, Господь. Но, Боже, научиться служить Тебе. Научиться, Господи, спокойно, Боже, исполнять Твою волю того, что касается денег, Господь. Того, что касается имущества. В гостеприимстве, Господь. В помощи друг другу. Боже, в том, чтобы благословлять друг друга. В том, чтобы, Господь, Боже, действительно Твоя любовь и через наши действия была явлена для разных людей, Господь. Спасибо Тебе за настоящую свободу. Спасибо Тебе, Господи, что Ты выпускаешь тех, кто измучился вот этой гонкой, Боже, и попыткой кому-то что-то доказать, Господь. Что Ты выпускаешь на свободу, Боже. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за жизнь Твою. Спасибо Тебе за благодать Твою. Благодарим Тебя, Отец Славы. И превозносим. И да будет Господь Вашим покровом во всякое время. Да будете Вы теми, кто знает Господа, кто слышит Его голос, кто прислушивается к Его советам. Да благословит Он Вас везде, Ваш вход и Ваш выход. Да благословит Он труд Ваших рук, чтобы все то, что Вы делаете, Вы делали во имя Его, во имя Своего Господина. Во имя Того, Кто дает Вам силы. Чтобы Ваша работа, Ваш бизнес, чтобы Ваша учеба или то, чем Вы занимаетесь, или может быть домашняя работа, она прославляла Господа. Чтобы во всем этом Вы старались исполнить Его волю. Чтобы правильный Божий порядок в Вашей жизни Он восторжествовал. Да очистит Господь Вас от последствий любой рекламы, от всего того, что засорило Вашу жизнь и того, чему Вы начали поклоняться. Во имя Ишуа Мессии. Да даст Вам Господь свободу от целей, которые не Его. Да даст Вам Господь свободу от стремлений, которые противоречат воле Его. Да соделает Вас Господь мудрыми в тех решениях, которые Вы принимаете. Да будете Вы благочестивы перед Ним. Да поможет Вам Господь смотреть в вечность, в перспективу вечности Его глазами. Да сохранит Вас Господь для себя. Да будете Вы детьми Его и будете благословенны во всем. Пусть мир Божий зальется на Вас. И благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудет с Вами вечно. Аминь.